В продолжение темы. Подарить добро в преддверии Нового года хочет каждый. К многочисленным благотворительным акциям присоединились и люберецкие предприниматели. Организованный ими праздник для социально незащищенных семей прошел в Люберцах. Череда проведения елок в самом разгаре. Вот и в Люберцах прошло очередное представление в преддверии Нового года. И пусть на улице далеко не снежная и морозная погода, но, как считают организаторы, это не помеха для проведения детского праздника. Ведь цель подобных событий одна, и ничто ее не изменит. Чтобы в детей вселить вот этот вот новогодний праздник, чтобы они уже были предвкушения, получили подарки и были счастливы. Все для детей. Помимо представлений с участием сказочных персонажей и ростовых кукол, дети получили сладкие подарки, традиционно рассказав Дедушке Морозу стихотворение. На пушистых ветках, снеж внукай мой, распустились кисти белой похороной, и стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. А подарили сладости главным гостям благотворительной елки – ребятам, пациентам медицинского центра, детям из детского дома и многодетных семей. Что в нашем городе проводятся такие мероприятия для деток, это всегда наушно, конечно, весело и шумно. Конечно, мы сначала замерзли, но потом согрелись с веселыми играми, с танцами, с плясками. Мы же русские люди, нам холода, не беда. Детская елка – это всегда веселье и радость. Поэтому лишний раз подарить ребятам и взрослым эти чувства и атмосферу в канун Нового года хотят многие, как, например, и люберецкие предприниматели. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ.